А сейчас к предпраздничной теме выпуска. Завтра, 11 сентября, Яковлевский городской округ отметит свой день рождения, 55 лет. Муниципалитет развивается, появляются новые общественные пространства, а значит меняется и жизнь тех, кто там работает, создает семьи и рожает детей. Так какими же успехами, достижениями могут гордиться жители Яковлевского городского округа? Какие планы на будущее строит руководство муниципалитета? Сегодня и поговорим. В студии такого дня первый заместитель главы администрации Яковлевской территории Максим Гусев. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Здравствуйте. Ну давайте с достижениями. Вот какими достижениями, успехами запомнится 2020 год для вас, для жителей территории? Конечно же, главное богатство нашего округа это, конечно, наши жители. И в первую очередь это наши детки. И я хотел бы начать именно с проведенной работы по капитальному ремонту трех детских садов и двух школ. И в этом году школьники и ребята пошли уже в новые, обустроенные по всем современным требованиям школы и детские сады. Кроме того, 488 деток в возрасте до трех лет, сегодня из яковлевских семей тоже, смогли уже прийти в наши детские сады. И в планах на будущий год обеспечить стопроцентную возможность всех таких деток попасть в детские сады. В части отрасли культуры в текущем году мы стали победителями федерального конкурса и смогли реализовать проект виртуального концертного зала. Современные технологии теперь позволяют жителям, не выезжая за пределы округа, прикоснуться к различным шедеврам в области культуры. Мне тоже повезло присутствовать на одном из таких концертов, получили массу удовольствия. И хочу откровенно сказать, что ощущения такие, что ты присутствуешь действительно на настоящем концерте. Такие технологии, звуковое сопровождение действительно погружают максимально тебя в атмосферу личного присутствия. Но это еще не все. Я знаю, у вас идет благоустройство новых парков. Совершенно верно. По программе создания комфортной городской среды у нас проведена большая работа, обустроена в текущем году 6 дворовых территорий многоквартирных жилых домов. На этих территориях созданы площадки для игры детей, для занятия спортом и многое другое. Жители нам уже выразили благодарность. Кроме того, у нас реконструированы две общественные зоны. Это сквер городской и активно завершаются работы по благоустройству парка Сретенский. Это, наверное, самый большой проект по благоустройству за текущий год. Здесь планируется две детских игровых площадки. Предусмотрены игровые зоны для детей разного возраста. Здесь предусмотрена площадка для занятия воркаутом, спортом. Для любителей собак здесь предусмотрена площадка для их выгула. А для проведения культурно-массовых мероприятий установлен современный большой экран и предусмотрена соответствующая площадка. Данный проект является совместным проектом администрации округа и компании «Агробелогорье». За что мы тоже хотели бы выразить благодарность за поддержку в реализации данного проекта. И уверен, что в ближайшее время люди уже смогут полностью насладиться и прикоснуться к красоте благоустроенного парка. Много всего вы рассказали о достижениях, но 2020 год был довольно непростым для Яковлевского округа. Все мы помним трагедию зимы, когда произошел взрыв дома в поселке Яковлево, когда экстренно пришлось расселять пострадавших, искать им новое жилье. И вот тогда, наверное, взаимопомощь и живущих людей в округе, и работающих, и предприятий, она очень выручила руководство района. Вот благодаря чему все-таки быстро удалось сработать оперативно? Насколько предприятия округа были готовы помогать? Вы знаете, все-таки большая благодарность нашим людям. Действительно, и руководители предприятий, и просто жители, они сразу откликнулись на случившуюся трагедию. Никто не ждал звонка, никто не ждал просьбы. Люди обращались и предлагали сами свою поддержку, свои услуги. Кто техникой, кто-то материально, кто-то вещами. И мы даже не ожидали, что сразу же в первые дни мы получим такой отклик. И нам пришлось очень быстро готовить еще площадку для того, чтобы мы могли там разместить все, что приносят люди. Это и вещи, это и еда, и другие материальные ценности, чтобы люди могли вернуться, конечно, к нормальному образу жизни. Но и надо отметить работу и управленческой команды, и поддержку губернатора, и правительства области. И в ускоренные темпы нам удалось построить жилой дом. И мы в августе уже смогли вручить ключи всем пострадавшим при взрыве дома в Яковлево. — Предприятия вам тоже очень сильно помогли в тот момент, да? — Конечно. Помощь предприятию тоже сложно недооценить. Была выделена и материальная поддержка людям, и компенсация по потере имущества, и многое-многое другое. Максимально, конечно, хотели укрыть людей заботой, чтобы отвлечь их от случившейся трагедии. — Максим Сергеевич, еще один очень важный момент. По версии независимого агентства региональных социально-экономических проектов, в Центральном федеральном округе Яковлевский район по-прежнему в числе лидеров по инвестиционной привлекательности. Вот за счет чего? Почему у вас бизнесу так хорошо? — В первую очередь, наверное, хочу отметить наше удобное географическое месторасположение. Сегодня мы имеем большие транспортные возможности и логистику. Через округ проходит федеральная дорога Москва-граница Украины. При этом мы непосредственно граничим с Белгородской агломерацией. Расстояние до областного центра у нас составляет менее 30 километров. Конечно, это наши природные ресурсы, это и богатые черноземы, это благоприятный климат и крупное месторождение, которое традиционно создало предприятия горнодобывающей отрасли и промышленности. Конечно, надо отметить, что любой инвестиционный проект, любая идея поддерживается администрацией. Мы предлагаем любые имеющиеся формы поддержки от предоставления земельного участка до содействия в получении кредитных средств и многое другое. Это, конечно, замечают наши инвесторы, им приятно с нами работать. И мы надеемся, что и в будущем мы только укрепим наши партнерские отношения и сохраним наши лидирующие позиции по привлечению инвестиций в наш округ. О планах на будущее теперь давайте поговорим. Какие три самые главные задачи вы ставите перед собой как руководство на предстоящий год? Конечно, формируя планы на предстоящий период, мы всегда обращаемся к нашим жителям. Что у них наболело, что их волнует в первую очередь. Мы подошли несколько по-иному и на текущий год планируем сформировать комплексное развитие территории. Так называемый апгрейд поселка Тамаровки и хутора Красный Восток. Это действительно большой комплексный план развития всей территории. Это и дороги, это и общественные пространства, это школы, садики, парки и многое-многое другое. Это инфраструктура и другие волнующие людей вопросы. Сегодня мы уже согласовали предварительно с людьми наши действия, предварительно мы получили их одобрение. И надеемся, что нам действительно эти планы удастся в краткосрочной перспективе реализовать. Мы продолжим строительство наших дорог, которые будут отвечать самым современным требованиям. И на 2021 год у нас запланирован 21 километр новых качественных дорог. Мы продолжим строительство фельдшерства кушерских пунктов и офисов семейных врачей на селе. Это, конечно же, тоже волнует наших жителей. Также предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт еще детских садиков и строительство новой школы в городе Строитель. При реализации таких планов нам позволит полностью отойти от второй смены в школах. Будем следить за реализацией этих планов. Планы действительно масштабные. Максим Сергеевич, вот что вам хотелось бы пожелать всем жителям Яковлевского городского округа в преддверии дня рождения территории? Я хотел бы, конечно, в первую очередь поздравить всех жителей с нашим праздником, с 55-летием образования Яковлевского городского округа. Дорогие земляки, многие из вас родились на Яковлевской земле. Кто-то приехал сюда работать, создал семью и уже здесь воспитывает своих детей и внуков. А значит, это наша общая земля, это наш округ. И мы по праву можем гордиться славными страницами нашей истории. Хочу выразить слова благодарности всем жителям Яковлевского городского округа за ваш труд, за ваш вклад в развитие округа, за вашу любовь и преданность родному краю. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, процветания нашему округу и, конечно же, благополучия. С праздником! Мы тоже вас поздравляем с праздником. Пусть все задуманное осуществится, Максим Сергеевич. Спасибо. Напомним, торжества в честь дня рождения Яковлевского округа начнутся завтра, 11 сентября, в 9 утра с открытия доски почета на главной площади города Строитель. А на улице Ленина будет размещена памятная доска в честь почетного гражданина Яковлевского округа Алексея Коблякова, который стоял у истоков его развития. В 19 часов вечера жители и гости округа приглашают на праздничный концерт. Он пройдет на центральной площади строителя, выступит ансамбль российского казачества из Волгограда и творческие коллективы Белгородской области. Но завершится день рождения округа в 21.30 праздничным фейерверком.